Как вы собираетесь бороться с наркоманией? Мы об этом говорили на каждой встрече. Наркомания это не партнер на борцовском ковре, и одним приемом его свалить на ковер и одержать победу невозможно. Наркомания это тяжелейшее зло мирового масштаба. Есть три составляющие. Первая уголовно-правовая, вторая медицинская, третья это семья и общество. И вот какие здесь институты хорошо работают в нашей действительности? Я скажу вам прямо, никакие. Для нашего общества, для нашей малой численности это убийственно. Это равносильно, как говорится, в процентном отношении потерям в боевых действиях. Это разложение молодежи. Это крайне негативные примеры. И пользуясь тем, что сегодня находится здесь немалое число молодежи, Поберегитесь от этих желаний. Поберегитесь от этих желаний. Мы учитываем то, что наркомания это все-таки медицинская прежде всего. Это болезнь. И эту болезнь иногда очень тяжело избежать. Но эту болезнь можно не допустить. Эту болезнь можно не пустить в свой дом. До тех пор, пока мы будем это стыдливо прятать, до тех пор, пока мы не будем сами себе признаваться, что наркоман у нас в доме, у нас в семье, пока родственники будут молчать, пока родители будут молчать, пока не будут замечать ничего соседи. И абхазская пхашароб в этом смысле окажется ничтожным. Это одно. Второе. Действия правоохранительных органов. К великому сожалению, усилия нашей милицейской системы, они носят некий ущербный характер. Ужесточение наказания в Уголовном кодексе, которое произошло некоторое время назад, и, к сожалению, это наша общая вина, и исполнительные власти, и законодатели ни к чему хорошему не привело это ужесточение. Стали попадать с очень большими сроками наказания в Дранду не распространители, не изготовители, не сбытчики наркотических веществ, а наркоманы, потребители, и получать сроки от 8 до 10 лет и более. Вот это перекос в уголовной практике, и мы должны тут внести некоторые существенные коррективы. На такие сроки должны попадать места лишения свободы те, кто готовит наркотики, те, кто их хранит в большом количестве, те, кто их распространяет. А получилось так, что государство свой карательный меч направило на людей, которые потребляют. Потребители наркотиков, друзья, хотим или мы не хотим этого, должны лечить. Есть такие клиники вне Абхазии, в этих клиниках есть эффективная работа, и мы должны найти в нашем бюджете запланировать или на будущий год, или на 13-й год необходимые средства для того, чтобы создать хотя бы небольшую, но полноценную клинику, где можно будет заниматься реабилитацией наркоманов. И вести параллельно очень жесткую уголовно-правовую практику, но в отношении людей, которые должны эту практику на себе ощущать. Вот мое понимание борьбы с наркоманией. И тут злоупотребление, которое есть, к сожалению, в деятельности системы МВД, а что греха таить, мы о таких фактах слышали, слышали и вы, что отдельные недобросовестные сотрудники милиции иногда сами позволяют себе, как это на улице говорят, крышевать этот преступный бизнес. Вот за это нужно очень жестко наказывать людей и в погонах, и всех чиновников вместе взятых. Возьмите справочники, залезьте в интернет и посмотрите, что такое метадон и отношения международных организаций, в том числе и медицинских организаций, не говоря уже об отношении ООН, практики использования метадона. Мы категорически против подобного рода лечения, так называемого, подобного рода эксперимента. Никакого метадона в Абхазии не будет. Прошу это иметь в виду.